Всем привет! Это Аудиомания. Мы находимся в большом шоуруме на барабанном. Из этого видео вы узнаете, какие напольные колонки были наиболее популярны у покупателей Аудиомании в 2018 году. Открывающая наш рейтинг акустика выглядит очень привлекательно во всех смыслах, в том числе и в буквальном. Создавая модель Monitor 200, британские инженеры из Monitor Audio стремились добиться исключительного сочетания цены и качества. Акустика получилась довольно компактной, но привлекает внимание броским дизайном, удачно сочетающим яркую расцветку динамиков и модные винтажные нотки в оформлении корпуса. В оранжевый цвет окрашены диффузоры средне-низкочастотных динамиков, изготовленные из материала MMP2 – полимерного композита, заполненного металлическими частицами. Верхние частоты озвучивает твиттер из фирменного алюминиево-магниевого сплава C-CAM. На задней стенке корпуса располагаются два фазоинвертора, выполненные по технологии Hi-V2, такие же, как у старших моделей Monitor Audio. Юрий из Керчи для себя решил, что это шикарная акустика, и с этим мнением трудно не согласиться. Четвёртое место в списке заняла модель Bowers & Wilkins DM683S2, о которой мы рассказывали в аналогичном видео в прошлом году. Однако на момент съёмки этого видео модель уже снята с производства, а все имеющиеся экземпляры давно распроданы. По этой причине мы решили уделить внимание модели Bowers & Wilkins 603, которая пришла на смену модели 683S2. Уже сейчас эта новинка пользуется большим спросом. В 2018 году компания Bowers & Wilkins провела радикальное обновление модельного ряда, существенно изменив конструкцию излучателей. От предыдущей модели у Bowers & Wilkins 603 остался только Twitter с двойным алюминиевым куполом. На средних частотах кевларовый диффузор был заменён диффузором из оригинального материала Continuum, отличающегося лучшими акустическими характеристиками. При этом сохранился фирменный подвес FST. Кевларом теперь армируют с тыльной стороны бумажные диффузоры басовых динамиков. Не обошлось и без применения фирменного фазоинвертора с портом Flowport, препятствующим образованию турбулентности. Помимо шипов для установки колонок, можно использовать квадратные подиумы, входящие в комплект поставки. На третьем месте нашего рейтинга находится монитор аудио Silver 200, и её можно назвать новичком лишь отчасти. В прошлом году в пятёрке лучших у нас была модель Silver 300. Как и старшая модель, Silver 200 имеет позолоченный купольный твиттер, но не может похвастать отдельным среднечастотником. За эту часть диапазона, так же как и за бас, отвечают два одинаковых 13-сантиметровых динамика с диффузорами C-CAM, включённые по схеме 2,5 полосы. Это не помешало разработчикам обеспечить на удивление широкий диапазон воспроизводимых частот от 38 Гц до 35 кГц. Компактные корпуса покрыты натуральным шпоном и весят более 14 кг. Юрий из Москвы высоко оценил качество изготовления и особенно отметил компактные размеры данной модели. А Иван из Санкт-Петербурга в своей оценке был лаконичен, назвав акустику Silver 200 великолепной. На втором месте оказалась акустика Arslab Classic 3.5, сохранившая статус одной из самых востребованных моделей с прошлого года. В своей ценовой группе эти напольники действительно весьма привлекательны. Они имеют трёхполосную конструкцию и оснащаются набором излучателей WaveCore, разработанными под заказ по спецификациям инженеров Arslab. Важным элементом является кроссовер, собранный методом навесного монтажа из компонентов высшего класса качества. Массивный акустический инертный корпус весит 25 кг. В отличие от конкурентов, производимых массово на крупных фабриках, акустика Classic 3.5 собирается вручную, и каждый экземпляр подвергается строжайшему контролю качества. Вячеславу из Новороссийска понравилось качество звучания и качество отделки. Владимир Истулуна очень доволен покупкой и отмечает отсутствие утомляемости при длительном прослушивании. А Игорь из Санкт-Петербурга услышал в музыке больше нюансов и эмоций, попутно отметив жанровую универсальность. Обладатель первого места в нашем рейтинге является прямым конкурентом модели его открывавшей. Dali Spectre 6 принадлежит к младшей серии в линейке производителя, но комплектуется твиттером из старших серий. Он обеспечивает широкое рассеивание звуковых волн, равномерно заполняет помещение звуком, а для получения ровной звуковой сцены совершенно не обязательно направлять акустику строго на слушателя. Средне-низкочастотный динамик с фирменным целлюлозным диффузором оригинальный, он был разработан специально для серии Spectre. В шестой модели установлено два таких динамика и используются два фазоинвертора, благодаря чему акустика способна уверенно воспроизводить глубокий бас. Датские инженеры приложили немало усилий для того, чтобы сочетать в этой модели высокое качество звучания и низкую цену, и их старания не пропали даром. Дмитрий из Орска считает, что это прекрасная акустика за свои деньги, которая справляется с любыми музыкальными жанрами. А Александр из Москвы обратил внимание, как бережно её упаковал производитель, и заметил, что дизайн этой модели впишется в любой интерьер. Это были пять самых популярных моделей напольных колонок, которые выбрали покупатели аудиомании в 2018 году. Послушать эти и множество других моделей вы можете в наших салонах и шоурумах. А наши консультанты с удовольствием ответят на ваши вопросы не только лично, но также онлайн и по телефону. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео. Субтитры подогнал «Симон»!